Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Франческ Масриера и Мануэс. Испанский художник-ювелир, находившийся под влиянием ориентализма. Родился 21 октября 1842 года в Барселоне. Родился в семье художников, сценографов, серебряных дел, мастеров и начал свое художественное образование в мастерской своего отца. Когда было всего 13 лет, он отправился в Женеву, чтобы научиться технике рисования по Эмали. В 1857 он и его брат Хосеп, который также стал известным художником, прошли обучение в мастерской Хосепа Сиера и Порсона, профессора Эскола де ла Лиотти. Последовала поездка в Лондон, Париж, где они, возможно, недолго работали в мастерских Александра Кабанели. Я зачитываю переводную Википедию. В 1871 году он открыл свою первую студию, участвовал в генеральной выставке Каталонии. На следующий год вернулся в Париж и установил контакт с одним из важных арт-диллерских центров того времени. Он был удостоен второй премии национальной выставки изящных искусств в 1878 году за свою картину «Эсклава. Рабыня», которая позже была приобретена королем Альфонсо XII. В 1889 был награжден медалью на Всемирный выстав. Большую часть своей жизни был активен в семейном ювелирном бизнесе. Между 1882 и 1884 годами он и Хосеп построили мастерскую на улице Байлер по образцу древнего храма Августа на горе Табе. В Акам от студии стояли статуи Эдуарда Рассалиса и Марии Фортуни, созданной Хосепом Ренисом. Там хранились объединенные коллекции произведений искусства Масриера. И он стал крупным культурным центром, где проводились драматические представления и художественные выставки. В 1932-м стал театром студии, а позже был соединен с соседними зданиями. В настоящее время эта резиденция монахинь Петита компании Дель Кор Эвквариста де Хесус. Как ювелир он был хорошо известен своим использованием плессировки, общеизвестно сложной техники. Также был драматургом-любителем и постоянным автором еженедельного журнала Рикуэрда, созданного его братом Хосепом и его друзьями. Вот так вкратце из переводной википедии, данных очень мало, о испанском художнике-ювелире, который находился под влиянием ориентализма, Франческо Масриера и Манавес. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok